Отпочинка в Турции и Египте сегодня никого не удивишь. Туристам открытый весь свет. Иншая справа побывать там, куда просто так не зазернешь. За высокими стенами завода учаса мутая на шмат интересного. Промысловый туризм в Беларусь пришел совсем недавно. Первые спробы, как организовать, показали людей интересный технологический процесс. Сегодня уже можно увидеть, как делать алмазы и варить пиво в столичном регионе. А теперь еще и то, как сбирают комбайны в Гомеле. Одну из первых экскурсий по предприятию Гомсельмаш провели для гомельских студентов. Мы готовы сотрудничать, мы всегда открыты для диалога. Честно вам скажу, мы работаем, скажем, по первому звонку, если есть такая группа, которая хотела бы нас посетить. Ориентир мы делаем на то, чтобы сформировать, во-первых, представление о том, что сегодня представляет из себя холдинг Гомсельмаш. Холдинг Гомсельмаш – это более 14 тысяч работников. И многие даже не знают о том, что на сегодняшний день производит холдинг Гомсельмаш. Промысловый туризм – это еще и способ рекламовать свою продукцию. Зараз идут перемоги с турагентствами по включению Гомсельмаша в туристические маршруты. Поспехи есть. Некольки дней тому тут побывала группа туристов из Украины. А с первого студента промысловый туризм поставить на конвейер. В планах надать экскурсиям форму квеста и включить в программу тест-драйв на комбайне. Для студентов экскурсии будут проводить себя сплатно. До речи для многих из этих молодых людей Гомсельмаш – потенциальное место працы. Отсюда еще один плюс промыслового туризма. С ягода помогой можно реализовать некоторые пункты молодежной политики и дать махчимость студентам познаемиться с будущей профессией. Вы знаете, никогда мне раньше не приходилось бывать на таких крупных предприятиях Республики Беларусь. Конечно, очень много нового я увидел здесь. Это те же станки, которые мне раньше доводилось видеть только в учебных мастерских. Действительно, масштабы просто поражают. В будущем, возможно, я уже буду думать об устройстве на предприятии Гомсельмаш, так как здесь действительно есть шанс достойной работы, достойной заработной платы и будущего карьерного роста.